Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас в рубрике оторопростым языком. Сегодня я хотела записать для вас ролик на тему, которую предложила Людмила Другая. Вообще-то, Людмила хотела, чтобы я в прямом эфире ответила на этот вопрос, но я посчитала более уместным записать отдельное видео и выложить в плейлист, который так и называется оторопростым языком, если я не ошибаюсь. В нем вы можете увидеть и другие ролики на данную тему. Плюс ко всему, если у вас есть, возникают какие-то вопросы касательно второго, вы можете в комментариях под этим видео, либо любым видео из конкретного данного плейлиста, задавать мне вопросы, и я буду записывать видеоролики. Имейте в виду, что ролики я записываю всегда под запрос. То есть, когда нету какой-то конкретной, ну, просьбы, вопроса, я этого не делаю. Вот, просто потому что я не знаю, что вам интересно, а делиться, ну, всем тем, что во мне есть, это, кажется, ну, не совсем актуально. Итак, вопрос звучит следующим образом. Я зачитываю его. Эллен, здравствуйте. Хотелось бы послушать вас о придворных картах, о психотипах, которые они передают, так как вы это умеете глубоко и вдумчиво. Благодарю заранее. Начнем с того, что я не рассматриваю фигурные арканы с точки зрения психотипов, поэтому вот так ответить я вам не смогу, скорее всего, это не ко мне. А как я рассматриваю придворные арканы, я вам расскажу. Значит, вообще, что такое для меня, да, я всегда рассказываю, напоминаю свою точку зрения, и никогда не претендую на истину, а лишь на свой индивидуальный опыт. Мой опыт говорит о том, что фигурные арканы – это, по сути, вообще, что такое Таро? Таро – это живая книга, описание нашего мира, создание нашего мира и нас самих, то, как мы проживаем. Великие арканы у нас непосредственно говорят как раз-таки о становлении мироздания, если считывать достаточно с глубокой точки зрения, там заложены все законы, все правила. Великие арканы содержат в себе непосредственно три стихии, не считая нашей планеты Земли, да, то есть не считая стихии Земли. В Великих арканах заложены 12 знаков Зодиака, 7 планет. То есть это целая живая книга, рассказывающая нам самим о том, как было создано все в этой селенной, что и как. Ну, а Малые арканы нам всегда описывают ситуацию, да, то есть то, как мы можем реагировать на ту или иную ситуацию, поэтому они считаются более дополнительными, да, и на Малые арканы мы можем повлиять, на ситуацию, описанную Великими арканами – нет. Исходя из этого, книга, вот эта живая книга для меня Таро, она действительно живая, она рассказывает нам о нашем мире. И вот та часть ее, то есть мы затронули, я рассказала про Великие арканы достаточно быстро, про Малые. И вот в Малых арканах есть фигурные арканы. Фигурные арканы – это отображение четырех стихий. В Древней Греции как раз-таки педальфу, или как этот, педакль, да, вот эту вот звезду, использовали как раз-таки очень часто для обозначения состояния здоровья человека. Вот, то есть это вот настолько это было все древнее, а не то, как иногда многие боятся и приписывают к сатанизму и так далее. Так вот, вот эта вот звезда, она, у нее есть пять углов, пять лучей. Они обозначают самый верхний – это дух, либо эфир. Эфир является сочетанием всех стихий. У нас на Земле нету такого, вот, но, как естественный, да, в природе. Но еще и существуют четыре остальные стихии. Это земля, вода, воздух и огонь. Так вот, фигурные арканы, их 16. 16, и из 16 фигурных арканов мы видим как раз-таки четыре раза повторяющиеся символы. То есть четыре короля, четыре королевы, четыре рыцаря и четыре пажа. Все делим на четыре. Почему? Потому что остаются четыре стихии. Все королевы – это, по сути, вода. Потому что у всех королев природа, их существование, она водная. У всех королей природа существования огненная. Они все подвижные, они все активные, они все дающие. Женщины пассивные, да, стихия свойства, стихия воды, принимающие. У всех рыцарей природа воздушная. И у всех пажей природа пендакливая. То есть пажей – это земля. Рыцари – это стихия воздуха. Королевы – это вода. И короли – это огонь. Это основные четыре стихии. Но великих арканов, фигурных арканов 16. То есть мы это умножаем на четыре. Это означает, что у всех королей, хоть у них и огненная природа, эта огненная природа, она выражается и в разных формах. В четырех формах. Она выражается в огненной форме, она выражается в водной форме, в газообразной, то есть как ветер, да, и земной, стабильной. И отсюда у нас получается четыре короля. Это король жезлов, король воды кубковой, король мечей и король педакли. То есть, по сути, это сочетание стихий. Если все короли огненные, и у нас есть, к примеру, король жезлов, то это сочетание огня с огнем. Это чистая стихия, в чистое ее проявление. Дальше у нас идет король кубков. Это огненная часть воды. То есть, это огонь, который проявляется в водной, в жидкой ее форме. Это лава. Дальше у нас идет король мечей. Это сочетание стихий, это огненная часть воздуха. Это сочетание огня и это сочетание воздуха. Это может быть взрыв. Это может быть яркое проявление ветра. Дальше у нас идет король педакли. Это огненная часть земли. Огонь в проявлении земли – это уголь. Уголь – это горящая земля. Но поскольку земля не может сама земля как таковая гореть, то деревья – это относится непосредственно к стихии земли. Поэтому это огонь, который проявляется. Это огненная земля. Огненная земля – это уголь. И так абсолютно мы рассматриваем все наши фигурные арканы. То есть, это фигурные арканы – это не архетипы для меня. Это проявление стихий. Это наша природа. Это стихии, сочетающие между собой. Из 16 фигурных арканов у нас есть 4 чистые стихии. Король жезлов – это огонь-огонь. Это чистая стихия огня. Королева кубков – это водная часть воды. Это чистая вода. Чистая стихия, я имею в виду, без примеси. Потому что, например, король педаклей – это земля и огонь. Это не чистый огонь. Король мечей – это огонь и воздух. Это не чистое. Это сочетание стихии. В рыцарях у нас – это воздушная часть воздуха. Это рыцарь мечей. И в земле, в пажах – это пашпиндаклей. Это земная часть земли. Все остальное – это с примеси. Если вы разрисуете для себя следующую картинку. Так, я не взяла, ладно. Проведете горизонтальную линию и вертикальную. Вот примерно как буква… Ну, вот я не знаю, вот так вот, как буква «Т» примерно. И напишите сверху король, королева, рыцарь и паш. И это по горизонтали. А по вертикали напишите огонь, порядок стихии. Второе – огонь, вода, воздух и земля. То пересечение вот этих… Здесь у нас будет масти, ну, то есть фигурные арканы, да. А здесь у нас стихия. Пересечение, да, вы увидите как раз-таки, какие стихии есть. Помня о том, что короли – это тоже огонь. Вы можете красным цветом изобразить, то есть там, где у нас написано короли. И здесь слева у нас будет первая масть – это огонь. Нарисуйте это красненьким и это отметьте. Дальше. Вторая масть королевы – это вода. Голубенькими сделайте. И стихию воды тоже сделайте голубеньким. Дальше. Воздух – желтым цветом. И воздух здесь тоже желтым цветом. То есть рыцаря и воздух пометьте желтым цветом. И пажа сделайте зеленым цветом. И землю тоже сделайте зеленым цветом. И вот когда вы будете соединять вот эти вот пересечения, вы увидите на самом деле, что это преломление света. То есть цвета – это те же самые сочетания цветов. То есть красный с красным – это чистый красный. То есть король жезлов – король жезлов. Жезлы – это огонь. Это чистый цвет красный. Если вы соедините, например, огонь красный цвет, прямо у вас будет такой квадратик, вы можете его по диагонали разделить, то есть квадратик, и делите его по диагонали. Половинка будет красная, потому что это огонь. А вторая половинка, да, она будет в зависимости от той стихии, которую мы рассматривали. Например, водная, да, король кубков. У нас будет половина красная, потому что все короли, они огненные, красные. А поскольку он кубковый, она будет синяя. Вот соедините красный с синим, вы получите фиолетовый цвет. И так со всеми цветами. И вы увидите, что на самом деле это действительно глубоко, так, как вы просите, объясните мне поглубже, что это та же система создания цветов, это та же система создания и взаимодействия стихий. Это все, из чего мы созданы. Если мы переносим стихии на человека, то земля — это наши кости, ногти, это непосредственно скелет, это волосы, это кожа. Если мы говорим про огонь, то это импульс, это работа нашего сердца, это электричество, которое пропускаем мы. Если мы говорим о воде, то это все наши жидкости, это лимфа и в том числе кровь. И если мы говорим о воздухе, то это непосредственно работа наших легких, да, это воздух, который проходит через нас. И в зависимости от того, если мы говорим о здоровье, когда какой-то стихии у нас больше, либо меньше, мы можем как раз-таки, понимая вот эту вот работу стихий, сгармонизировать в себе. Если мы переводим на фигурные арканы, исходя не из архетипов, а из работы и понимания стихий, то нам проще будет описать, например, короля кубков. Что такое король кубков? Король это огонь, все короли, а кубка это вода. Горячая вода. Это теплые источники. Поэтому король кубков, когда мы его описываем, мы говорим о том, что это очень сексуальный человек, потому что огонь это про секс. Но вода это про чувства. Это бурлящая вода. Это человек, у которого бурлит эмоции, чувства. Это теплая вода, даже горячая вода. В горячей воде мы расслабляемся. Поэтому король кубков создает атмосферу расслабленности, доверия, ощущения любви. И так, вот по такой системе, мы описываем все фигурные арканы. По крайней мере я. У меня нету, я не знаю, если вы говорите об архетипах, у меня нету понимания архетипов в фигурных арканах. У меня есть архетип, например, императрицы. Это мать, земная мать. Это архетип матери. Либо император. Это архетип отца. Верховная жрица. Это архетип божественной матери. Духовных каких-то знаний. И духовный отец, если так можно сказать, это маг для меня. Это пара. Верховная жрица и маг. Это одна пара небесная. И у нас есть земная. Это император и императрица. Аэрофант. Это архетип духовности, ценностей, традиций. Да, так я могу сказать. А в фигурных арканах этого нету. Фигурные арканы, они описывают природу, то, что нас окружает. С другой стороны, каждая стихия, она может быть в своем зачаточном состоянии. И она может достигать своего какого-то пика. Например, если мы возьмем огонь, стихию огня, то спичка, когда мы зажигаем, у нас есть от спички маленький-маленький такой огонек. И это есть паш. Это начало этого огня. Если мы от этой спички зажгем свечку, то есть, ну, представляете, какая спичка, да, вот эта вот искра. И какое пламя может быть от большой такой толстой свечи? Это уже рыцарь. Если мы разжигаем небольшой костер, это больше по объему, по размеру, это может быть корлева. И когда лес может гореть, пламя, либо что-то горит, пожар. Это уже король. То есть мы видим, да, где сравнение пожара и искры от спички, да, либо маленького-маленького пламени. Есть разница в объеме. Вот это вот фигурные арканы. Паши всегда говорят о начинании, о некой такой искре, о запуске. Это начальный этап. Это всегда про обучение. Рыцари, они говорят о движении, поэтому они на коне. Это то, что уже начало развиваться. Это не новое. Поэтому если выпадает, например, рыцарь кубков, это не любовь, а это флирт, это интерес, это то, что уже появилось в паже кубки, и сейчас она уже развивается. Это не новая любовь. Дальше у нас идут королевы. Это уже намного больше. Это человек уже опытный, но он поддержит для себя, потому что все королевы, они интровертны. Это для себя. Это вот обучение, так скажем, если и есть, то в каких-то вот домашних, домашней обстановке, да, либо вот в малой какой-то группе. И король, это уже про масштабность, это про глобальность, это про мастерство, это про умение управлять. Поэтому король кубков, он управляет своими чувствами, он понимает их, и поэтому в нужный момент он может отрезать что-то из своего прошлого, какие-то свои эмоции, состояния, ощущения в понимании того, что это уже отжило, мне это уже не нужно. То есть это мастер, это мастер в своей масти. И масти-стихии, они всегда идут в определенном порядке. Первично огонь, потом идет вода, потом идет воздух, и потом идет пендакли. И это земля, и это английская школа. В французской школе вы можете увидеть изменения либо в некоторых колодах, вы можете увидеть, что жезла меняются местами с мечами, что первично идут мечи, и вместо, ну, на третьем месте должны быть воздух, в мече стоит огонь. Это бы есть свое объяснение, говорящие о том, что первично был воздух, то есть с дыханием образовалась вселенная, с первым вдохом. То есть здесь опять-таки такой спорный вопрос, что первично, что нет. Здесь мы уже уходим в другие знания. Второе, это не имеет абсолютно никакого значения, да, в порядке, да, то есть будет ли жезла первыми, либо будет мечи первыми. Я имею в виду вторую, имею в виду в раскладе, да, то есть нам абсолютно все равно, что первичное, что вторичное, да, что там кубки это на втором месте, а на четвертом месте это стихия земли, нет. Нам это в принципе, ну, не столь актуально в раскладе, но также взаимодействие стихий непосредственно в раскладе и фигурных арканов не тоже имеет место быть. Поэтому у меня где-то есть этот ролик, тоже можно посмотреть в прилисте о торопростом изгоме, где-то рассказывала о взаимодействии стихий. Но фигурные арканы, они всегда доставляют особенно начинающим, торологам, трудность в том, чтобы понять, это человек, но, как правило, фигурные арканы, не знаю, почему торологи трактуют с точки зрения личностей. я по ощущениям. Иногда для меня это личности, если вопрос стоит таковым, а иногда это качество и свойства. Как понять, что есть одно, что есть другое? На этот вопрос я всегда затрудняюсь кому-то объяснить, почему. Потому что я могу сказать, как я понимаю. Я понимаю интуитивно. Почему? Потому что я торо считываю интуитивно, через ощущения, через энергетику, через то, что пропускаю через себя. И мне понятно, то есть мое тело, оно является индикатором. То есть вот эта вот энергия, которую я ощущаю от каждого аркана, я не читаю исключительно по ключевым словам. Я их иногда применяю, но может быть, что я именно по этой причине я не смотрю перевернутые арканы, потому что я по ощущениям, по энергетике понимаю, это аркан в прямом положении либо в перевернутом. Мне приходит информация по ощущениям, возможно, по каким-то картинкам. То есть задействованы все органы восприятия, может быть, звуки какие-то, вкусы приходят. То есть я через это считываю, и мне понятно, то есть это человек, либо это какое-то состояние и качество. Но первично это, скорее всего, больше как качество. Опять-таки, все зависит от того, с какой целью мы используем Таро. Использовать, например, если я делаю сейчас расклады на философские темы, и вот последний расклад, который я делала, про жертвенность, и если там выпадает королева кубков, я не могу интерпретировать, что такое же жертвенность и выпала королева кубков. Конечно же, я использую качество. Я не буду говорить, что королева кубков это женщина, которая жертвит. Нет, потому что есть и мужчины, которые жертвят. И сказать мужчине, что ты женщина, и ты жертвишь, это вот будет, наверное, не совсем корректно. Поэтому с такой точки зрения, вот именно в такой формулировке и тематике я использую как качество. С другой стороны, если направление, которое вы выбрали для себя, это считка темы отношений, то, конечно же, если вы задаете вопрос, есть ли в окружении этого человека другая фигура и выпадает там либо король, либо королева безусловно, вы это будете считывать как мужчины и женщины. То есть, все имеет место быть. В общих чертах я вам объяснила, что это стихия для меня и проявление стихии. Да, все, я вроде бы ответила. Так, про придворные, да, 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 ну да, в принципе, да. Все, благодарю вас, жду ваших комментариев, будет вопросы, пишите, можете здесь написать. Если я посчитаю, что я могу ответить на этот вопрос, я обязательно запишу новый ролик. Людмилу, благодарю за вопрос. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok